Ну и по хорошей традиции, новости в городе 512. И первая новость на сегодня. Все милиционеры 7 ноября станут временно исполняющими обязанностями. Вступит новый закон о национальной полиции, и часть действующих сотрудников милиции будут назначены временно исполняющими обязанностями. Кто же захочет стать полицейским, тот должен будет пройти аттестацию. Ну вот так вот у нас... Самое смешное, что 8 ноября всемирный день КВН. То есть седьмого все временно исполняющие, на следующий день в городе будет КВН. Клуб веселых и находчивых. Ну клуб веселых и находчивых некоторых... Нет, а самых веселых я уверен не найдут просто, потому что временно исполняющих. Песни все надо будет переделать, что там младший лейтенант временно исполняющий обязанности. Но, тем не менее, мы надеемся, что этот закон принесет что-то новое в жизнь нашего города и нашей страны. Как минимум форму, как минимум форму... Как минимум обращения. Господин полицейский... Они будут просто между собой... В агонии! Они между собой будут общаться теперь больше, потому что раньше как они? Ну вот, ну некрасиво же обращались, а теперь господин. Следующая новость. В Николаеве обокрали кого-кого ЖЭК. Ну, что? Кого-что? ЖЭК, в общем-то, обокрали. Как рассказали сотрудники ЖЭКа, воры проникли в помещение ночью, вынесли два компьютера с мониторами. Во-первых, в чем новость? В чем новость, что в ЖЭКе есть компьютеры? Вторая новость. Теперь они не смогут играть в косынку, раскладывать пасьянс, играть в минера. Значит, ждем статью «Работа ЖЭКа парализирована полностью?» Не-не-не, работа ЖЭКа восстановлена. А, работа... После того, как эти компьютеры завезли. Да, мне кажется, кстати, что новость-то не полное название. Надо написать, что в Николаеве неизвестные со словами «1-1» обворовали ЖЭК. Вот так вот. Ну, понятен так, да? Двигаемся дальше. Что же у нас еще такого интересного происходило? Николаевцы отомстили водителю за неправильную парковку. Сейчас я предлагаю посмотреть картинку с изображением этой мести. Вот так вот. В Николаеве ночью на улице неизвестные обмотали автомобиль Hyundai пленкой в отместку водителю за неправильную парковку. На самом деле это просто, ну знаешь, побеспокоились за человека. А вдруг пойдет дождь, машина намокнет, а есть царапинки, чтобы не поржавело. Да, или наоборот, чтобы не поцарапали. Знаешь, единственное, что я хочу сказать, что очень здорово, что машину неправильно припарковали. Была бы более грустная эта новость, если бы неправильно был припаркован конь. И его также наказали. Это было бы... А знаешь, вот когда это вот есть панировочная пленка, перед, например, готовкой, что-то курицу заматывают. То есть ты думаешь, что цыгане где-то этим займутся в такой месте. Двигаемся дальше. Курильщиками на лестничных площадках может заняться милиция. Кстати, я не знаю, как она займется, они там временно исполняющие обязанности. В общем, задают вопросы общественники города, мол, относятся ли лестничные площадки к местам, где нельзя курить. И ведущий специалист Укрюрцентра Кирилл Бобров говорит, что да, действительно, эта площадка входит, подпадает под закон о запрете курения. Поэтому, скорее всего, скоро милиция будет контролировать курение на лестничной площадке. Ну, это абсолютно, это абсолютно правдивая новость. Он мне это говорил на перекуре, мы стояли на лестничной клетке. Во время перекура в Укрюрцентре Кирилл Бобровый дал этот комментарий, да? Вот моя любимая на сегодня новость. Николаевцы отметились на сайте электронных петиций к президенту Украины. Самая оригинальная петиция, которая была подана от Николаева, это требование сделать Николаев в столице Украины. Почему? Дело в том, что Киев, это, цитирую автора петиции, это плохое место. Недалеко от него находится Чернобыльская ЧАЭС. Николаев станет просто идеальной столицей Украины, пишет фантазер из Николаева. Аргументы... В чем это, реальная фамилия человека? Да, аргументы это степь, свежий воздух, географическая отдаленность от границ страны, а значит защищенность, а также вымершая промышленность позволяет хвастаться чудесной экологией. Отмазывается директор завода 61-го коммунара. Но и эта петиция, на самом деле, не самая оригинальная. Самая оригинальная, которая уже набрала необходимое количество подписей, 25 тысяч подписей, набрала требование народа отправить Юлию Тимошенко послом в замечательную страну Гондурас. Удачи, Юлия Владимировна! Привезите нам магнитик. Да. И последняя новость на сегодня. 31 октября 2015 года в Николаеве состоялся всеукраинский турнир по спортивным танцам Куба Грации 2015. И, между прочим, наши представители народного художественного коллектива ансамбля спортивного бального танца Нюанс областного дома художественного творчества стали победителями. Они получили первое место в категории претенденты, второе место в категории претенденты 3 и третьими в категории претенденты 4. В общем, очень много призовых мест. Поздравляем, да, безусловно, поздравляем и желаем вам успехов и в дальнейшем таких же не менее значительных побед.